Аудиокниги Нюша Порохня, затерянная во времени С самого утра небо над Москвой затягивало тяжелыми тучами. Над домами повис сероватый туман и сразу же потемнело, будто к вечеру. Наконец, вверху загрохотало, и полетели первые брызги теплого летнего дождя, который тут же забрабанил по крышам, по жестяным карнизам и по нагретому за день асфальту. Он смывал пыль, неприятные запахи бензина и наполнял свежестью извилистые улочки и подворотни. Через полчаса дождь стал слабее, небо посветлело, и сквозь тучи стало проглядывать солнце. Засияли зеркалами лужи, засверкали капли на изумрудной глянцевой листве, и тяжелые дождевые тучи растаяли, не оставив и следа. «Ты уверен, что квартира после ее смерти перейдет мне?» Молодой, хорошо одетый мужчина, выжидающе смотрел на своего собеседника поверх стекол темных очков. «Ты хорошо проверил?» «А больше некому!» — хохотнул плотный мужчина в темном узковатом костюме. «Рома, даже не думай об этом. У твоей жены нет никого, кроме тебя. Да, за такую жилплощадь можно получить жирный кусок. Центр Москвы, планировка отменная». «Эта квартира досталась ей от деда-генерала. Как же эта идиотка мне надоела!» Молодой человек откинул голову на подголовник сидения и прикрыл глаза. «Но ты прав. Ее жилье стоит приличных денег. Продав квартиру, я смогу отдать долги и уехать. Уехать подальше. Так, чтобы меня никто и никогда не нашел. Вчера приезжали ребята Равиля. Если я не отдам деньги, они меня закопают. Сам знаешь». «Все будет хорошо», — успокоил его толстяк, засовывая в рот жменью слипшихся легенцов, на которых налип ворс от пиджака и еще какой-то мусор. «Вы поедете в отпуск, ты будешь примерным мужем, чтобы потом все, кто будет проживать в гостинице вместе с вами, рассказывали полиции о том, какой ты любящий, нежный и внимательный. Запомни, это очень важно». «И сколько мне нужно будет прикидываться?» Недовольно поинтересовался Рома. Ему не хотелось прикидываться, но денег хотелось больше. «Я хочу покончить с этим как можно быстрее». «Спешить нельзя», — его собеседник раздраженно нахмурился. «Все должно выглядеть правдоподобно. Гостиница небольшая, ваш номер на первом этаже. Вы с женой отправитесь на прогулку, и ты отведешь ее на скалистый обрыв. Все просто». «А если она выживет, Лелик?» Рома возбужденно сжал руль, глядя на горошины капель на лобовом стекле. «Что тогда?» «Не выживет. Там такая высотища», — Лелик оскалился в жуткой улыбке. «После такого падения в живых остаться просто невозможно». «Но». «Никаких «но». Ты оставишь жену на обрыве и попросишь подождать, намекнув, что хочешь сделать ей сюрприз, а сам вернешься в гостиницу. И запомни, тебя должны увидеть как можно больше людей. «Донеси до них информацию, что пришел за шалью, так как возле моря прохладно, и супруга замерзла. Ах, да, не забудь отдать ключ портье, когда соберетесь на прогулку, после чего запрешь номер и вылезешь в окно. Под ним густые кусты, и все твои передвижения будут незаметными». Лелик немного помолчал, а потом тихо сказал. «Столкнешь жену с обрыва, вернешься тем же путем, которым покинул гостиницу, и, выйдя из номера с шалью, снова отдашь ключи портье. Понятно?» «Понятно». Рома улыбнулся и потер руки. «Я сделаю это с удовольствием, с превеликим удовольствием». «Только запомни, все нужно сделать очень быстро», снова повторил его товарищ. «Никаких заминок». «Ты принес билеты». Рома успокоился и закурил. Теперь ему казалось, что все пройдет без сучка и задоринки. Уж он-то постарается». «Принес». Лёлик протянул ему конверт, но когда Рома потянул его себе, не отпустил. Он уставился на него тяжелым взглядом и сказал. «Помни о моей доле». «Лёлик, обижаешь». Когда в квартире хлопнула входная дверь, я облегченно выдохнула. Наконец-то. Послышались уверенные шаги, и в гостиную вошел мой муж. Он увидел меня и улыбнулся, демонстрируя свои идеальные зубы. «Привет, киса». Я же просила не называть меня так. Я только сейчас заметила, что мои пальцы отбивают дробь по лакированной поверхности стола. Мой муж меня раздражал до тошноты. «Нам нужно поговорить». «Да». Он присел напротив, изображая заинтересованность. Но я знала, что ему все равно, о чем я буду говорить с ним. «Я тоже хотел поговорить». «Хорошо. Давай ты первая». «Нам нужно расстаться», — выпалила я, решив не тянуть с неизбежным. «Зачем мучить человека и мучиться самой?» Я приготовилась ко всему, что мог выкинуть Роман, и не отводила от него взгляда. «Что?» — он растерянно моргнул. «Я не понял». «Я не люблю тебя». Мне с трудом давались эти слова, но это было правдой. Мы слишком разные. «Что? Что?» Он сжал края стола, и мне показалось, что в этот момент Роман хотел видеть вместо стола мою шею. «Ты это поняла по истечении двух лет?» «Извини». Я понимала, что делаю ему больно, но по-другому не могла. Это было бы нечестно. «Ты живешь одним днем, за два года даже не попытался найти работу, и в конце концов ты постоянно где-то пропадаешь. Я устала». «Любаха, ты чего?» Было видно, что Роман совершенно не понимал, что происходит. Он был настолько растерян, что мне даже стало неловко. «Ты же никогда мне ничего не говорила!» «Теперь говорю». Пытаясь быть жесткой, сказала я и открыто посмотрела в его красивые, но такие лживые глаза. «Давай обойдемся без выяснения отношений. И я думаю, что пока мы не оформим развод, тебе нужно переехать в другое место». «Любаха», протянул он, и я мысленно простонала. «Но за что я могла полюбить этого мужчину, обычный смазливый Альфонс, привыкший к красивой жизни? И теперь мне было невдомек, что он нашел во мне. Денег у меня не было, драгоценностей тоже». «Любаха, ты не можешь!» начал было он, но я перебила его. «Рома, я прошу тебя». Мне хотелось побыстрее избавиться от его присутствия, потому что я чувствовала себя неловко. «Так будет только тяжелее». «Я же люблю тебя!» Он вдруг рухнул на пол и схватил мои ноги, прижимаясь к коленям горячими губами. «Скажи, что ты пошутила! Скажи, любаха!» «Прекрати это!» Я с трудом выбралась из его цепких объятий. «Я уже все решила!» Он стоял посреди большой гостиной, такой одинокий и потерянный, что у меня защемило сердце. «Нет, стоп, никакой жалости». Но было в его взгляде что-то еще, словно он отчаянно соображал, словно он злился и волновался. «Я уйду!» Наконец выдавил из себя муж и поднялся с колен. «Но только выполни одну мою просьбу, и я больше никогда не появлюсь в твоей жизни». «Чего ты хочешь?» Мне уже не нравилось то, с чего он начал. «Я хотел сделать тебе приятно». Его глаза бегали из стороны в сторону. «Купил путевки в Норвегию. Ты же мечтала там побывать». «Что?» Я сначала подумала, что ослышалась. «Рома купил путевки в Норвегию?» «Господи! Я так мечтала побывать там, сколько книг я прочла об этой удивительной стране, сколько фильмов пересмотрела. Откуда у тебя деньги?» «Я... я... подрабатывал», — выпалил мой муж, глядя на меня ласковыми глазами. «Не досыпал». «Интересно, где?» Я не удержалась и хмыкнула. «В клубе у своего дружка?» «Зря ты смеёшься», — Рома обиженно надулся. «Да, у него. Я простоял там охранником несколько месяцев, чтобы сделать тебе сюрприз». Всё это, конечно, звучало не очень правдоподобно, но мысль о том, что я смогу побывать в стране своей мечты, сделала меня менее придирчивой. «Но может, стоит хоть раз взять и с него что-то?» «Я должна сказать нет», — неуверенно протянула я, но Рома быстро заговорил, убеждая меня в обратном. «Любаха, я буду вести себя как друг, честно. Пусть это будет нашим последним совместным отдыхом. Я никогда не делал тебе подарков, сюрпризов». Муж виноватый улыбнулся. «Я понимаю, почему ты бросаешь меня и хочу хоть напоследок сделать тебе приятно. Не отказывайся». Перед моими глазами возникли норвежские фьорды, суровая красота северной природы и прозрачная синь прохладных источников. Как же всё это соблазнительно! Но меня мучили сомнения. Слишком уж спокойно Рома воспринял новость о разрыве. Чересчур спокойно. «Любаха», — прошептал он, и, глядя в его умоляющие глаза, я спросила. «Когда самолёт?» «Завтра», — радостно воскликнул Рома. «В девять утра». «Обещаешь, что всё будет по-дружески? Я уже пятками чувствовал норвежскую землю. «Обещаю», — он ответил с таким порывом, что я снова чуть не засомневалась. «Клянусь». «Рома, ты точно понял, что я подаю на развод?» Подозрительно поинтересовалась я. «Я не шучу». «Да понял я, понял!» Он тяжело вздохнул, изображая грусть. «Можно мне хоть сегодня переночевать здесь? Все мои вещи в шкафу и чемодан». «Оставайся», — милостиво разрешила я, решив, что плохого в этом ничего нет. Жил же он со мной всё это время. «Ляжешь на диване». К моему удивлению, Роман держался на расстоянии и даже не пытался со мной заигрывать или предпринимать какие-либо шаги к примирению. Он принялся рассказывать мне о Норвегии так, будто выучил за ночь всю её географию, что, конечно, очень меня удивляло. Я знала его как облупленного, и такая резкая перемена немного настораживала меня. Да и то, как он принял новость о расставании, заставляло задуматься. Тот роман, которого я знала, возможно, грубил бы мне, насмехался, но не ползал бы на коленях со щенячьими глазами. Западные фьорды в Норвегии стали визитной карточкой страны. Это величественные заливы в горах представляют собой уникальный феномен скандинавской природы. На побережьях заливов поражает взгляд буйная растительность. Эти обильно цветущие плодородные земли осваивались и обрабатывались тысячелетиями. Не случайно фьорды считают самыми красивыми местами Норвегии и основной достопримечательностью страны. Эти узкие заливы прорезают берег на много миль вглубь. Местность не слишком поменялась с момента пришествия сюда викингов. Распинался роман, склонившись ко мне, и я не выдержала. Ты что, всю ночь учил путеводитель по Норвегии? Муж замолчал и непонимающе уставился на меня. Я изучил брошюрку. Он протянул мне красочный буклет. Хотел с тобой поделиться. Ясно. Я взяла его и принялась листать, надеясь, что больше не услышу нудный голос своего будущего бывшего мужа. Отель, в котором мы должны были остановиться, назывался Старая Бухта и находился рядом с рыбацкой деревушкой, построенной лет сто назад. В буклете говорилось, что территория гостиницы окружена лугами и сосновыми лесами, где туристы могут наслаждаться чистейшим воздухом и сказочными пейзажами. Интерьер дома оформлен в дачном стиле, с деревянным полом и стенами. Из всех комнат открывается вид на горы и море. Засунув буклет в кармашек кресла, я откинулась на сиденье и прикрыла глаза, не желая поддерживать разговор с Романом. Он, видимо, понял это и всю дорогу молчал, глядя в иллюминатор. Когда же явится Гюльдвейк? Немолодая женщина с гладко зачесанными седыми волосами нервно теребила на крахмаленный передник. О, боги! Она должна оказаться здесь как можно скорее. Она и мужчина, одетый в плотную теплую рубашку в клетку, стояли на каменном утесе, обиваемом холодными ветрами. Серые волны с шумом бились о его неприступные стены, а над их головами мрачным одеялом нависло затянутое дымкой небо. Перед ними раскинулась бесконечная гладь, переходящая в пейзажи неприветливой северной тундры, и трудно было не залюбоваться их величественной красотой. Успокойся! Высокий мужчина с темными густыми бровями положил ей на плечо свою большую руку. Она скоро появится и закроет эту дыру. Ты зря переживаешь. Легко тебе говорить, женщина повернулась к нему и пригладила его волнистые волосы. А я спать не могу, зная, что у нас под носом находится открытый путь. Гюльдвейк очень хорошая ведьма, голос мужчины звучал спокойно и мягко. Она знает, что делает, и когда ей нужно появиться, тоже знает. И вообще, не думаешь ли ты, что кто-нибудь решится спрыгнуть с этой ужасной скалы? Да, ты прав, согласилась его собеседница и покосилась на обрыв. Но лучше бы этого пути здесь не было. Мы не властны над ним, с сожалением произнес мужчина. Путь появляется в самых неожиданных местах, а наше дело дожидаться ведьму, наблюдая за тем, чтобы никто не попал в эту невидимую дыру. Это все зловредные локки, пробурчала женщина, гневно сжимая кулаки. Что за противный малый? Он бог, и не нам судить его. Ее собеседник усмехнулся, посмотрев на небо. Локи создал этот путь, чтобы скрываться от остальных богов. Они мерились с присутствием Локи в Асгарде, даже после того, как он подстроил убийство сына Одина, Бальдра. Но когда Локи на перу у морского великана Эгира стал изводить всех своими оскорблениями и насмешками, терпению богов пришел конец, пытаясь ускользнуть от разъяренных гостей, Локи превратился в лосося, но его все равно обнаружили. Вот тогда ему и пригодился этот путь. Уже давно забыты все обиды, а созданная им дверь между мирами до сих пор работает, скрытая в этих скалах и заливах. Он спокойно попивает вино в Асгарде, а я мучаюсь ночами. Женщина тихо всклипнула, вытирая слезы фартуком. Если бы я только могла увидеть его, я бы, я бы... Проглотила бы язык и таращилась на него, как босой на башмаки, рассмеялся мужчина и потянул ее в сторону тропинки, убегающей в зеленые заросли. Раньше боги чаще спускались на землю, чтобы полюбоваться на свой народ, который затевал жестокие войны, набеги и завоевания. А сейчас им скучно на этой испорченной цивилизации и земле. С каждым днем вера в них приходит в забвение. Люди давно забыли о своих покровителях и отмахиваются, называя это сказками или мракобесием. «Куда ты меня тащишь?» Женщина еле поспевала за своим спутником. «Я сейчас нос разобью!» Надвигается гроза, а твое белье все еще на улице. Напомнил ей мужчина и она заохала. «Ох ты, не хватало мне еще и этой напасти!» Субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok